МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинские подразделения отступают из Солидара под натиском российских войск. Мобилизованный военнослужащий Александр Лешков, публично выражавший недовольство экипировкой и подготовкой, и толкнувший офицера, приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима. Александр Лукашенко отказался помиловать россиянку Софью Сапегу, осужденную в Беларуси, за модерирование оппозиционного телеграм-канала. Также сегодня. Это наша общая борьба за свободу, за демократию, за право жить, любить, рожать детей, независимо от того, кто вы, откуда вы, с кем вы. Это борьба за право новых поколений знать о войне только из фильмов. Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сегодня сообщил в своем телеграм-канале о полном взятии под контроль города Солидар в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Пригожин при этом признал, что в центре города продолжаются уличные столкновения с попавшими, по его словам, в окружение украинскими военными, а также особо подчеркнул, что в боях за Солидар участвовали исключительно бойцы его частной военной компании. Вот что сказал Пригожин. Подразделение ЧВК Вагнер взяли под контроль всю территорию Солидара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнер. Это был владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Казалось бы, такой военный успех должна уже праздновать вся Россия. Однако во время утреннего пресс-кола, состоявшегося почти в одно время с публикацией заявления Пригожина, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал подтверждать взятие Солидара, а предложил дождаться официальных сообщений по этому поводу. Вот что он сказал. Подождите, давайте не будем спешить. Дождемте все-таки официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены на верховном боевом командующем в ходе специальной военной операции. Хотя тактические успехи, безусловно, тоже очень важны. Очень важны, они достаются достаточно дорогой ценой. Ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это еще один повод для нашей гордости, за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья, для того, чтобы эти тактические успехи нам дарить. Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ветеран украинского батальона Айдар Евгений Дикий, который поддерживает связь с боевыми товарищами, воюющими сейчас в Солидарии и Бахмуте, признает, что положение украинских войск в Солидарии очень тяжелое, но, по его словам, по состоянию на вечер вторника они контролировали четверть территории города. Евгений Дикий говорит, что еще несколько дней назад планировался отход из Солидара подразделений ВСУ ради выравнивания линии фронта, но бои за город продолжаются не только исходя из тактических военных, но и из политических соображений. Дело в том, что сейчас в Солидаре воюют несколько моих бывших товарищей по батальону Айдара с 2014 года. Время от времени удается с ними связаться, хотя, конечно, не в онлайн-режиме все время. И, я же говорю, по состоянию на вчерашний вечер ситуация была очень тяжелая. Примерно три четверти города контролировалось оккупантами, но примерно четверть города еще оставалась в руках наших защитников. И в свете того, насколько медленно вообще происходят любые продвижения именно при уличных боях, когда бой идет за каждый отдельный дом, иногда даже за каждый отдельный подъезд, ну, вероятность того, что за несколько часов полностью Солидар уже перешел от друг в руки, ну, по-моему, близка к нулю. Но ситуация там очень тяжелая. Все-таки четверть города, это только четверть города, три четверти уже, по сути, под оккупацией. И по состоянию на дня четыре назад уже выглядело, что город нужно оставлять. Что, в принципе, уже нет ни возможности, ни, в общем-то, скажем, достаточной необходимости его дальше удерживать. Нужно отходить и ровнять линию фронта. Но дальше, видимо, наверху было принято решение еще там продержаться, потому что за последние три дня туда переброшен ряд, скажем, свежих резервов, ряд свежих частей. И поэтому городские бои явно затянулись. Приказа по вступлению пока не было. Наоборот, к состоянию на дня три-четыре назад уже даже сворачивали опорные пункты, готовились организованно выходить. Но потом, наоборот, пошел приказ держаться и пошли подкрепления. Что касается логики Генштаба, тут я уже могу только предполагать. Потому что, то есть, инсайдов в Генштабе у меня как бы нет. Тут можно уже только строить предположения, вот хочу сразу это оговориться. Но, скорее всего, речь идет о логике и о принятии решений не военной, а политической. Ну, кроме того, с военной точки зрения, сам по себе Солидар, точнее, то, что от него осталось, точно ценности не представляет. Однако, в определенной мере, скажем, он является ключом к Бахмуту. Падение Солидара не будет автоматом означать, что в тот же день мы оставляем Бахмут. Но ситуация защитников Бахмута очень ухудшится. То есть, это все-таки уже будет достаточно серьезная угроза именно коммуникациям. Это будет достаточно серьезная угроза подвозу БК в город. Именно так города и теряют. То есть, в свое время Лисичанск, например, сам по себе мог бы держаться и месяц, и два. Но поскольку была перебита трасса, по которой туда можно было подвозить БК, город пришлось оставить меньше, чем за неделю. Поэтому, я думаю, что Солидар держат с военной точки зрения исключительно ради того, чтобы не осложнять жизнь защитникам Бахмута. Потому что, да, автоматом не будет сдали Солидар, значит, завтра выходим из Бахмута. Но это было бы действительно очень серьезной угрозой. А кроме того, я думаю, что все-таки основное было политическое решение. Поскольку и россияне воюют за Солидар и Бахмут в основном из политических соображений. Ведь стратегически оба эти города ничего не решают. Даже если предположить, что и Солидар, и Бахмут взяты россиянами, но это все равно даже не взятие всего Донбасса. Это не выход на административные границы Донецкой области, даже близко. Это просто они после этого упрутся в следующую линию обороны. Просто из фронтовых фронтов станут Константиновка и некоторые другие города. И вот они дальше будут точно так же держаться месяцами, как месяцами продержали Солидар и Бахмут. То есть принципиально абсолютно ничего не поменяется. Почему-то они кладут громадное количество жертв за эти города. И наиболее то, что, скажем, нам выглядит, что, я тут уже упоминал, Лисичанск, взятый на первой неделе июля. С тех пор россияне ни одного города не взяли. Вот начиная со второй половины июля они только теряют, теряют и отступают. И судя по всему, есть политическое решение, хоть какой-то город, ну и как-то так получилось, что достал Бахмут, но что хоть какой-то город нужно именно додавить и показать, что не все так однозначно, что не только отступление и оборона, а все-таки до сих пор еще города берутся. Возможно, что и мы, как же, скажем, уперлись именно вот в эту политическую, скажем, игру, после того, как в том числе, как президент посетил Бахмут. То есть как бы военная цена Бахмута не так велика, как пиарная и политическая, которую за последние месяцы, в общем-то, обе стороны сильно подняли. Возможно, также есть то, где точно у меня не может быть прямых сведений. Это наши отношения с союзниками. Я не знаю, как падение Солидара и Бахмута отразится на поставках там техники и вооружений. Возможно, отразится негативно. И в таком случае точно есть смысл любой ценой эти города держать, пока много что приедет. Мы просто все время говорили о Бахмуте. А вообще-то это все это время был участок фронта, который включает в себя Бахмут, Солидар и Авдеевскую промзону. Это вместе один участок фронта, за который как бы у россиян отвечает частная компания Вагнера. И на всем этом участке все это время идет одно и то же. То есть то, что наши между собой называют зомбиленд, то, что раньше называлось русская трехслойка. Вот это древняя тактика еще маршала Жукова, при которой первых две волны пехотинцев, плохо обученные, плохо одетые, плохо вооруженные, отправляются заведомо на убой, но они истощают запасы боеприпасов защищающей со стороны. Кроме того, после нескольких часов, ну извините, но я употреблю именно слово утилизация, потому что это действительно, ну это не совсем бой. Это именно вот утилизация в промышленных масштабах, вот этих наступающих, плохо обученных, плохо оснащенных пехотинцев. Но через несколько часов начинает клинить оружие. Ни автоматы, ни пулеметы, они не рассчитаны на несколько часов непрерывного огня. Вот, но я же говорю, и БК заканчивается. И вот тогда третьей, а иногда и четвертой волной, подходят действительно серьезные бойцы. Вот те вагнеровцы, которые не набраны по зонам, а которые именно профессиональные наемники, много лет до этого работавшие в Африке и в Азии, у которых война – это профессия. Наши ребята, защитники, вот между собой вот эту первую категорию называют зомби, там, зомбаки, вот, а вторую категорию – дяди. Вот через несколько часов заканчиваются зомбаки, и тогда подходят дяди. И вот тогда начинается действительно жесткий, именно близкий контактный бой. Тогда, когда я же говорю, уже и БК на исходе, и стволы уже клиент. Вот именно таким образом несколько месяцев они продвигаются и в Бахмуте, и в Солидаре. Абсолютно одинаково, разницы нет. Говорил ветеран украинского батальона «Айдар» Евгений Дикий. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних телеобращениях подчеркивал, что стойкость украинских бойцов в боях за Солидар и Бахмут позволила ВСУ выиграть время и перегруппировать свои силы, и что российские войска штурмуя эти города оставляют лишь горы трупов своих военных, и одни развалины. Поэтому чего ради они так упорно пытаются захватить эти города, просто непонятно. Так выглядит безумие в чистом виде, сказал, в частности, Зеленский. Ну а активность Пригожина и его ЧВК в Солидаре, некоторые наблюдатели объясняют желанием Пригожина взять под контроль крупнейшее в Европе соляное месторождение и производственные мощности предприятия по переработке соли «Артем Соль». Сам же Пригожин опубликовал фото и видео, на котором он, как утверждается, осматривает соляные шахты глубоко под землей и говорит, что эти шахты имеют важное военное значение, потому что по ним может чуть ли не перегоняться броневая техника. Представитель администрации Донецкой области Украины Татьяна Игнатченко-Тюрина признает, что «Артем Соль» очень важная для украинской экономики предприятия, но слова Пригожина о военном использовании шахт считает просто смешными. Соль добывается с 1881 года. И за вот это все время смогли добыть 250 миллионов тонн соли. Сейчас остается разведанных запасов 5 миллиардов. То есть можете себе представить, какого масштаба это месторождение. Шахты, да, определенной конфигурации, но вряд ли их можно использовать, скажем так, с военной точки зрения. Я не могу говорить о военном аспекте этой операции, потому что эта операция сейчас находится в очень активной фазе. И поэтому вы знаете, что даже украинские военные воздерживаются от комментариев, пока, скажем так, это не будет переведено в иную форму. Сейчас, вы знаете, очень много информационно таких вот ИПСО-операций со стороны русских военных. Они постят там фотографии в каких-то местах. Ну вот я, например, сегодня утром говорила с представителями предприятия Артем Соли, и они мне сказали, что вот та фотография, на которой Пригожин, вот он не знает, где ее сделали. То есть это может быть какие-то, я не знаю, там, производственные помещения, но вот он не узнает на этой фотографии никакого рудника. А человек, который проработал всю жизнь на этом предприятии, мне кажется, он бы узнал это место, если бы это было там. Собственно, Артем Соль сосредоточена на площади порядка 53 квадратных километров. Достаточно значительное количество раз спускалось соляные шахты, в том числе соляные шахты Солидара, в частности. То есть вот даже технику, если нужно производить там добычу на отдельных участках, то технику разбирают буквально на мелкие части, и потом внизу собирают, чтобы можно было опуститься. Это была представитель военной администрации Донецкой области Украины Татьяна Игначенко-Тюрина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 11 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима, мобилизованного прошлой осенью российского военного Александра Лешкова, публично выражавшего недовольство экипировкой и подготовкой мобилизованных и толкнувшего при этом вмешавшегося подполковника. Вот смонтированный фрагмент этого выступления, те его короткие моменты, во время которых Лешков не употребляет матерных слов. Сколько раз? Сколько раз? Два раза на пристрелки и один раз на учебно-контрольных стрельбах. Один раз мы были на полигоне для стрелков. Какое там слаживание? Вас самих привезти, посмотреть можете внимательно. Со мной побегаете, послаживаете? Ну давай, пойдем прямо сейчас побегаем, послаживаете. Я вам покажу, давайте я буду говорить, пацаны, я начал, я закончил. Пазар идет пока только со стороны Минобороны. Как никакого Бразара? Я еще раз говорю, почему мы стреляем по воображаемой пехоте противника? Где мишени, которые поднимаются, выдвигаются? Почему мы проводим тренировки по стрельбам на танковом полигоне? Что значит у нас определено? Я вам сейчас ваше место определю. Запросто, я думаю, покажу. И оно более достойно будет, чем в данный момент. Мы две недели лежали, и с двух недель там пять раз сходили на стрельбы, по 15 патронов. Да это все подразделения, это все подразделения. Если у вас там кто-то особенный, то это хорошо. Это все подразделения. У нас приезжает друг нашего командира взвода, спецназер, нас тренировать, потому что от вас никого нет. Александр Лешков на суде говорил, что добровольно пришел в военкомат по повестке, жалея это содеянным, а стычку с подполковником объяснил тем, что выпустил ему случайно. По его словам, в лицо пар от электрической сигареты. Полковник оттолкнул его, а он толкнул его кулаком в грудь в ответ. Этот эпизод действительно есть на одной из опубликованных в соцсетях видеозаписей. Лешков был признан виновным в насильственных действиях в отношении начальника. По этой статье ему грозило до 15 лет колонии. Ну а белорусский лидер Александр Лукашенко отказался помиловать гражданку России Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии за модерирование оппозиционного телеграм-канала. Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе со своим бойфрендом, бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолет, в котором они летели из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за ложного сообщения об угрозе взрыва на борту. И Сапега, и Протасевич неоднократно выражали перед белорусскими властями раскаяние в содеянном. Отец Сапеги заплатил за нее штраф в размере, эквивалентном 4 миллионам российских рублей. После отказа в помиловании остается возможность экстрадиции Софьи Сапеги в Россию. Но почему же Лукашенко не помиловал ее, хотя ранее заявлял, что ему Сапегу жалко? Вот что думает по этому поводу белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Суд проходил в марте 2022 года, и Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. В основном ее предъявили обвинения по семей статьям, а признали виновной по двум. В том числе незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица. Потому что она поработала в телеграм-канале, который разглашал частные данные силовиков. И сейчас Сапега в колонии работает швеей. И она рассказывала в переписке своей матери, что работают все много, без перерыва, и здоровье оставляет желать случаев. Действительно, между Белоруссией и Россией есть договор, по которому осужденного могут отправлять в страну его гражданство для отбывания наказания. Но вот до сих пор это не произошло. Ну и очевидно, что тут белорусские власти ведут какую-то игру с Москвой. Можно сказать, что Сапега тут является каким-то политическим товаром. И пока, видимо, Лукашенко посчитал, что не пришло время делать такой подарок России. Но, с другой стороны, можно сказать об общей атмосфере Белоруссии, когда, например, даже те люди, которые каются, ну или под воздействием, или действительно чертосердечно, это абсолютно не освобождает от какой-то ответственности и не вызывает помилования. Недавно в Белоруссии такой показательный случай описала пресса женщина, которая сама пришла покаяться. Ну, вроде как было представлено, что она послушала заявления силовиков о том, что найдут всех. Пришла сама в ГУБОПИК, это известное белорусское отделение МВД, которое сражается с оппозицией. И сообщила, что вот она участвовала в митингах в 2020 году, и она сейчас решила покаяться. И потом оказалось, что эту женщину в середине очереди приговорили к шести с половиной годам заключения. Так вот, возможно, что в этой обстановке, когда известно, что в сентябре Лукашенко объявил об амнистии, но никто из политических не попал под амнистию, когда известно, что силовики сейчас хватают людей, которые приезжают, например, из Польши в Беларусь буквально на какие-то личные дела или буквально на похороны своих родителей, их хватают и сразу сажают. Поэтому в такой атмосфере, видимо, возможно, Лукашенко не желает помиловать даже такую известную фигуру, как россиянка Софья Сапега, чтобы не давать какой-то знак силовикам, что он вроде как проявляет мякоть. К тому же стоит сказать, что это самый известный случай. Но, тем не менее, правозащитники сообщают о том, что довольно много, десятки россиян сидят за события августа-сентября 2020 года, когда они участвовали в народной революции Беларуси. И эти случаи гораздо менее известны, но неизвестно было, чтобы кого-то из этих россиян отправили в Россию отсиживать там или помилование. Тут в этом смысле, пока белорусские нынешние власти не проявляют гражданам России какого-то особенного снисходительного отношения. Отказ Александра Лукашенко помиловать россиянку Софью Сапегу комментировал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций, марионетками которых являются даже президенты США. Транснациональные корпорации нервируют мировоззреческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала. Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития. События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Нео-нацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание. Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач. Это все цитаты из интервью, опубликованного в газете «Аргументы и факты». И все бы ничего, если бы это не было интервью с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, который многие западные эксперты считают одним из главных инициаторов полномасштабной агрессии России против Украины. Вот как оценивает содержание этого интервью эксперт Московского центра Карнеги политолог Андрей Колесников. Это фрагмент программы Елены Рыковцевой «Лицом к событию». Это было бы смешно, если бы это не было так грустно, потому что это один из ключевых руководителей того государства, в котором некоторые из нас все еще проживают. И это уровень понимания ситуации. Это человек, который излагает те мысли, из-за которых произошло то, что произошло 24 февраля, а потом 21 сентября, я имею в виду частичную мобилизацию. Это такой уровень смеси невежества, конспирологии и абсолютного цинизма. Разумеется, если бы, допустим, в какую-нибудь редакцию принесли такую статью, ее бы никто, собственно, рассматривать даже не стал. Здесь это выдается за некое интервью. Естественно, там нет никакого корреспондента, это все написано в Совете безопасности в аппарате и отшлифовано на тему жизни. Вообще говоря, этот человек существует на деньги налогоплательщиков российских. И он за эти деньги, собственно, излагает вот это вот, и это становится руководством к действию. Это как бы часть официальной государственной идеологии. И, по сути дела, Патрушев – это Шуслов сегодня, Михаил Андреевич. И в этом, собственно, весь ужас. То есть, конечно, можно предположить, что, если взять выступление Путина, выступление Медведева, выступление Патрушева, заложить это все в компьютер, попросить компьютер или там нейросеть, написать некий текст. Ну, примерно вот такая штука и получится. Набор фактов, не существующих в природе, странные выводы, странные оценки, удивительное совершенно передергивание фактов. Вот Запад плохой. Запад хочет расчленить Россию. Это один из самых главных нарративов сейчас. Уничтожить Россию. Никакой Запад никак в жизни никакой России не собирался уничтожать. Запад вкладывал деньги в Россию. Запад развивал Россию. Бесконечно вот это вот упоминание, какая-то концентрация на темах ЛГБТ. Никак в жизни не видела никакой пропаганды ЛГБТ ни на улицах Москвы, ни на улицах других российских городов, ни в книжных магазинах, нигде. Это выдуманная тема. Но они-то об этом не знают. Они не ходят ни в магазины, ни на рынки, никуда. А рассуждение о том, что хотят превратить Россию в Москву, тоже этого нет. И этого не было. Вот они все время говорят о том, что Запад развалил СССР. Запад в лице Буша, Тэтчера, Миттерана. Они были в ужасе осенью 1991 года. Это зафиксировано во множестве документов, разговоров, мемуаров. Они были в ужасе от развала СССР. Они не хотели этого. Они не хотели иметь перед собой 15 республик с непонятным статусом ядерного оружия. Все вранье или незнание. То и другое, собственно, плохо для руководителя такого уровня. Западу нужны ресурсы, территории и наши, как он назвал, умные, самодостаточные люди. Какие ресурсы, если экономика интернациональна, если Россия развивалась благодаря Западу, что, собственно, пришло от Запада в Россию? Все пришло от телефонов, я не знаю, от микрофона Боша, который говорит Путин. Лифт Тисенкруп, в котором едет Путин. Это все на фотографиях. Что еще вам не дадал Запад? Мальки, из которых рыбы вырастают. Западный семенной фонд. Западный. То самое сельское хозяйство, которое курируют в рамках династического наследования сын господина Патрушева. Поезда, трубы, машины, софт. Что вам еще Запад не дадал? В чем он еще виноват? Что он еще вам плохого сделал? Лучше бы посмотрел сейчас на данные Росстата за январь и ноябрь, которые появились. Они достаточно устрашающего порядка. Опять Запад в этом виноват? Ну, в какой-то мере, да, потому что западные компании многие ушли. То есть здесь какое-то просто феерическое, фантастическое, ну, как всегда, впрочем, у Патрушева такие же были интервью у него и раньше. Удивительная работа, некачественная с информацией. По идее, сотрудники КГБ, бывшие, должны уметь работать с информацией. А выясняется, что никто из них с информацией работать не умеет. И все это от того, что они уже почти четверть века нами правят. Они совершенно дистанцированы от реальной жизни, от реального понимания того, что происходит в стране и в странах, сопредельных с Россией. Интервью Николая Патрушева о газете «Аргументы и факты» комментировал политолог Андрей Колесников. Еще раз напомню, что это был фрагмент программы Елены Рыковцевой «Лицом к событию». Выпуск называется «Кремлевские секты и военные пешки». Он есть на нашем сайте. Можно его и почитать, и посмотреть, и послушать. В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения и кинопремии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Очень хочется рассказывать в этом выпуске о том, кто претендовал на премию в главных номинациях, кто выиграл, но все-таки выделю другое событие – это выступление по видеосвязи на этой церемонии президента Украины Владимира Зеленского. Его представлял актер Шон Пен, много раз, кстати, бывавший в Украине, активно участвующий в программах помощи украинским беженцам. Выступление Зеленского было коротким. Давайте его послушаем. Премия появилась в особое время. Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация уже поменялась. Все знали, кто победит. Впереди еще были битвы и слезы, но тогда премия «Золотой глобус» уже назвала лучших исполнителей 1943 года. Сейчас 2023 год. Война в Украине еще не закончена, но уже очевидно, кто победит. Впереди еще сражения и слезы, но я могу с уверенностью сказать, кто был лучшим в этом году. Это вы, свободные люди свободного мира, объединившиеся ради помощи свободному народу Украины. Это наша общая борьба за свободу, за демократию, за право жить, любить, рожать детей, независимо от того, кто вы, откуда вы, с кем вы. Это борьба за право новых поколений знать о войне только из фильмов. Первая мировая война унесла миллионы жизней, вторая мировая война – десятки миллионов, но третьей мировой войны не будет. Нет, это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле. Мы добьемся этого вместе со всем свободным миром. Я надеюсь, что все вы будете с нами в день нашей победы. Выступление Владимира Зеленского на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуск Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» в популярных приложениях подкастов и на платформе на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».